Так, еще раз, в чем вопрос? Нужно ли гулять щенками, как их потом разводить? Как подозвать к себе и как их тащить? Потому что, конечно, они входят в раж. И очень тяжело, даже когда устали. Вот они уже около ног крутятся, устали. И как начинаем по домам, кто во что дорастет? Значит, смотрите, собачка, покороче его держите, чтобы он не бродил, ничего не жрал. И собака, и щенок должна общаться с другими собаками. Но для чего мы даем им общаться с собаками? Для тренировки подзыва. То есть общение с собаками и у щенка со щенками, и у взрослых собак со взрослым собаками. Не должно становиться смыслом жизни и сверхценной идеей. Вот эта тема, то, что вы пришли, их отпустили, они играют, 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 все, прогулка закончилась. Начинаем собак ловить, играть на поводки, растаскивать. Они орут, визжат, не хотят идти с хозяевами, они хотят остаться своими друзьями. И так каждый день, и так каждый день. И они, выходя на прогулку, ждут, когда я встречу своего друга, и когда вы поймали, потащили домой, они страдают, что вот их утаскивают, они хотели бы остаться в этой своей собачьей стае, в этой своей собачьей семье и радостно, мирно жить. И вообще вы нафиг им не нужны хозяева, которые их растаскивают из этого, вот, ихнего центра вселенной, где они общаются. Проблема в чем? В том, что вы собаку дрессируете, потому что уже осознали необходимость ее дрессировать. А вот мы видели лабрадора, и много их таких. На поводках повели, на закрытой территории отпустили, и все, и до дрессировки дело не доходит. По-хорошему должно быть так. Пустили, чуть пообщались, вынули, поработали. И смотрите на собаку. Что происходит, когда она работает? Должна быть равноценная замена. Ему нравится общаться с собаками, но он понимает, что потом его отпустят поиграть с собакой опять, и поэтому сейчас он готов поработать с коробой. Если возникает ситуация, что он не может работать, он рвется к собаке, значит, надо уводить дальше, чтобы привлекательность собаки немножко снизилась, и собаку там в следующий раз сделать более голодной и брать корм более вкусно. То есть это иногда невозможно. Прямо вот здесь на прогулке, вот собака только что играла, вот вы его вынули, и прямо здесь заставить его работать, или простимулировать к работе, или уговорить поработать, или даже попросить поработать, ну никак не получается. Потому что, во-первых, он жрать не хочет, во-вторых, вот эти другие собаки здесь скачут, прыгают, бегают, его отвлекают. Вот. Поэтому вы, допустим, в следующий раз собачку привели более голодную, корм взяли более вкусную. Если это не помогает, значит, какое-то время с собаками не общаемся, держим собаку в голодном состоянии, и нарабатываем дрессуру, простейшее упражнение. То есть вы должны, то есть нельзя, скажем, отправлять собаку вот в это общение с собаками, если у него не наработано взаимодействие с вами. Поэтому иногда можно там на недельку лишить его общения с собаками, вот этих игр, подержать его на голодном пайке, и поработать с ним. Простейшее упражнение. То есть здесь вопрос уже у нас не в обучении, команда. А в тренировке, есть разница между обучением и тренировкой, а в тренировке, наработка, взаимодействие с вами. То, что с вами там можно делать, сидеть, лежать, там чуть-чуть поворотики, поделать восьмерочку, покрутиться, заработать корм. Да, то, что любит, то, что легко, чтобы это доставляло удовольствие. И за это хорошая зарплата. Простейшая работа, хорошая зарплата. Чтобы он понял, как это здорово с вами взаимодействовать. И тогда уже у вас начинается вот этот тренинг со щенками. Или лучше начинать не со щенков, а со спокойной собакой какой-то, которая и не особо хочет с ним играть. И ему с ней неинтересно, но тем не менее она собака. Понюхался, пообщался, вынули его, поработали. Понюхался, пообщался, вынули, наработали. А потом уже, когда он саму вот эту схему игра-работа, игра-работа усвоил, вернее, вот так, игра, а здесь работа. Игра, и здесь работа. Вы начинаете ему игру делать более привлекательно. То есть мы усложняем вот этот переход от игры к работе тем, что мы игру делаем более интересную. То есть подставляем ему уже не старую собаку, который не хочет играть а постихонечку более более молодых или более любимых щенков и работу мы усложняем потихонечку и дальше вот мы идем к тому что собака делает сложную работу потом весело бешено играет со щенками в принципе некоторые люди приходят к тому что вообще в конечном итоге нефига с собаками играть как бы что социализация это на самом деле вернее скажем так на самом деле социализация который так много пишет в интернете и которую так жаждет владельца собачьи это интеграция то есть вот из людей кто социализировали разведчик оперативник мошенник на доверие брачный аферист то есть тот кто может войти в любой коллектив любую компанию навязать свою точку зрения получить то что он хочет если мы возьмем скажем так социализацию как бы городской среде не человеческому коллективу городской среде то у нас социализирован в городе кто пользуется всеми сервисами платит там магазине уже не банковскими картами а телефоном спокойно проходит турникеты а если приехала бабушка из тайги и она боится зайти на эскалатор то мы можем конечно она не социализирована к техногенной среде у собачки не идет социализация к собакам вот к этой техногенной среде и к человеку три разные как бы темы но по-хорошему социализация это интеграция чтобы вот в этой среде существо наше человека или собачка чувствовал себя как рыба в воде но обычно самые продвинутые дрессировщики они уже идут к тому что социализация это дескать он тогда игнорирует просто все вот он социализирован к собакам это когда ему собаки нафиг не нужны а он весь завязан на человека то есть собака не вызывает страха собака не вызывает агрессия собака не вызывает интереса желание поиграть вот тогда значит он социализирован с точки зрения правильного использования термина и понятия социализация это не совсем верно но может быть к этому тоже стоит прийти потом сейчас вам нужно развить в нем вот это вот желание взаимодействовать с вами чтобы вам было что предложить не прибегал возможно вы не сможете его отозвать от собак пусть он даже на поводке вы его вытащите и здесь не поработаете чтобы он ощутил как здорово с вами но проблема в чем возникает в том что вы одна а вокруг вас много добрых людей которые не хотят дрессировать своих любимых собачек они вам будут говорить что она вы дрессируете мы пошли или ну что вы мучаете собачку все равно это собак все равно идиот и дрессировать бесполезно вам бы найти конечно такого человека с которым бы вместе вы могли есть отлично значит организуйте такой небольшой щенячью группу так следующий вопрос следующий вопрос такой вопрос не знаю как у нас есть собачка 11 месяцев у вас нет гуляем неделя да он прекрасно ходит в расколотках все время да они говорят что у них это получилось вот само собой вот они в два месяца стали его пить и вот он сразу стал за ними ходить вот туда-сюда то есть это вот такие случаи действительно бывают ну смотрите мне прям кажется невероятно как и так удается что он ходит в расколотках смотрите вам это кажется невероятным но это же есть значит это вероятно когда мы имеем маленького щенка то сначала то он же не бежит куда-то за горизонт он ходит либо за хозяином либо за просто ногами которые перед ним промелькнули поэтому если со щенком ходить в лес где в основном только хозяин где нет людей на которых он переключается мужчинок изначально он и привыкает да так это естественно идет сначала он бегает на щенячем таком варианте потом его хвалят вот и уже привычка ну кого-то подкармливать дрессируют у кого-то привычка здесь много зависит первых от темперамента собаки во вторых от того какая у него скажем так направленность чего он хочет то есть есть собаки спокойные сильно привязаны к человеку которые не хотят там взаимодействие с другими собаками но не очень любят нет интереса там что-то копать и рыть искать там на стороне нет интереса хозяина интересен самого детства гуляет без поводка бывает такое что без дрессировки опа умненькая собачка отсюда вот и растет вот эта тема что да что вы ходите дрессируете у меня вот топик никто его не дрессировал он сам ну да такое бывает но все собаки они же все разных пород не заложена совершенно разная направленность разная генетика у кого-то получается у кого-то нет а благодаря вот этой теме что не дрессируете собачку все будет окей мы получаем очень много странных собачек которые весело живут и доставляет много неприятностей и себе и своим хозяевам отлично все так а если вам понравились наши видео подписывайтесь на наш канал бесплатно и ставьте мне нравится